И все привет ребят, с мастером Айкосю записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен на разговорной киберспортивной тематике. Сегодня у нас и есть определенные новости, буквально я только что записывал видос посвященный как раз таки краске и импульсе, уже закинул удочку о том, что у нас произошли определенного рода изменения. И по названию этого видеоролика вы уже в принципе все понимаете и думаете, что наверное как всегда это какой-то байт, либо кликбейт, но нет, это простой обычный факт того, что я больше не нахожусь ни в какой киберспортивной команде. И по факту, ну можно так сказать, что меня даже кикнули с клана. Ну понятное дело, что вместе с моим конечно же согласен. На сегодняшний момент времени я больше не нахожусь ни в какой киберспортивной команде с того аккаунта, с которого я играл в последнее время. И моя команда, а именно Team P, обзавелась целыми двумя новыми игроками на новый сезон. Это ребята, которые активно выступают. Я на сегодняшний момент времени, ну и в принципе в последнее время активную роль в команде не выполнял. Ну и пришло как раз таки то самое время, когда я уже, ну наверное не хотелось бы конечно говорить, но окончательно на сегодняшний момент времени покинул киберспортивную команду. Team P будет выступать дальше без меня. Ребятам нужны активные игроки и чтобы достигать целей нужны возможно даже новые кадры, у которых будет желание, мотивация выигрывать турниры. Надеюсь, что у ребят все в этом плане получится, да, потому что уже совсем скоро стартует второй РМР турнирчик. Ну а я в свою очередь буду конечно же следить за командой, по возможности буду смотреть матчи сверху, если эти матчи нашей команды будут как раз таки транслироваться. Ну и надеюсь на то, что как и начался первый РМР турнир с победы, так все дальше и будет на победных нотах происходить. Если вдруг какие-то необходимости, да, подключиться к ребятам будут нужны, то я конечно же рад буду им в этом плане помочь. Потому что фактически я все так же остаюсь в рамках конференции ребят. Да, меня оттуда никто не убирал, но с точки зрения именно состава и команды меня официально кикнули. Да, я даже сам не выходил. Ну, чтобы знаете, ну такой моментик был конечно. Но нотки грусти в этом плане у меня никакой нету. Да, поэтому я только лишь желаю ребятам побед. Что касаемо вообще в принципе других команд, я думаю, что может быть мы даже вокруг киберспорта начнем танково что-то в будущем записывать. Если у вас конечно желание имеется, вы можете по этому поводу написать в комментариях, да. Потому что Майорчик, как я понимаю, больше никакие свои шоу записывать не будет и ЧБВТ выходить не будет. Соответственно, вокруг танково киберспорта у нас будет намного меньше информации о нотки. Но в любом случае, если интерес у вас будет, мы все это дело сможем раскручивать. Ну и также в этом видеоролике я закину еще одну удочку, связанную с тем, что в голове у меня на протяжении уже наверное последнего месяца, а может быть даже больше, крутится идея создания медийной киберспортивной команды, да, которая будет состоять из всех желающих игроков, будь там новички, будь не новички. Да, но желательно, конечно, хотелось бы собрать вообще новых ребят вокруг танково киберспорта, создать команду, к которой будут приурочены и видеоролики, и стримы, да. То есть где будет виден весь процесс создания команды, игроков, тренировочного процесса, официальных игр, да. То есть и всего в этом духе. У меня эта мысль все крутится и крутится, и я никак не решаюсь на все это дело, да. Но может быть тот самый момент пришел, быть может настал тот день и тот определенный серьезный шаг для создания чего-то нового и интересного, да. В любом случае это, ну, наверное, будет больше как вызов, да, и показать вам все-таки опыта в этом плане у меня довольно много, да, и как такового принимать самого участия я-то не буду. Я буду просто как бы, ну, как, не знаю, как тренер, как наставник, как человек, который будет все это дело создавать, да. И мы создадим новую определенную команду, да. Но это все пока что в рамках именно мыслей. И тут уже очень многое зависит от вас, да, от желания, есть ли у вас вообще интерес в этом, да. Хотели бы вы такое увидеть и было ли вам это вообще интересно. Потому что, как вы знаете, как такового киберспортивного контента, стримов и всего прочего в последнее время от меня не было, да. Так как на сегодняшний день показывать весь этот процесс это, ну, наверное, с моей точки зрения можно, да. Но есть ребята, которые, например, не хотели, да. То есть там показывать тактики, внутреннюю кухню, да, и все это дело. Но если мы уж готовы, я так точно, да, создавать киберспортивную команду, медийную команду, да. То здесь уже будут процессы все показаны. Да, в любом случае там могут быть и негативные какие-то моменты, и позитивные, да. Все это будете вы видеть, да, и лицезреть. Но другой вопрос, интересно ли вам было бы все это дело увидеть. Если это так, если у вас есть азарт и есть интерес на врыв, а может быть даже есть и желание участвовать в этом, да, непосредственно, да, быть частью этой команды, новой. То пишите все свои мысли в комментариях. Надеюсь на вашу поддержку, если такой интерес имеется, да. Ну, а я в свою очередь буду как раз-таки смотреть за всем этим фидбэком. И если реально эта идея интересна, то возможно с большой долей вероятности мы попробуем все это воплотить в жизнь и сделать, возможно, даже какой-то большой проект вокруг этого, которому мы будем посвящать безумно большое количество времени и сил, ну и показывать весь этот замечательный контент. Поэтому пишите все свои мысли, хотели бы вы это все дело увидеть, максимальную активность на данный видеоролик по лайкозаврам, да, именно ваша активность покажет интерес вокруг этой темы и хотели бы вы это все дело увидеть. Ну а у меня, друзья, на этом все, вот такой вот видеоролик получился у нас. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.